Привет, с вами Soer и это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня мы сделаем вот такую штуку. И нет, это не у подписчиков подгорает, это процедурный огонь. Он делается с помощью математики и прямых рук. И в этом видео я подробно по шагам расскажу, как самостоятельно сделать такую штуку, используя браузер, WebGL, шейдер, ну и ту информацию, которую я расскажу в видео. Если вам интересно, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Я буду использовать WebGL и для WebGL я выбрал компонент GLSL, который облегчает работу с шейдерами на HTML-странице. Код шейдера я буду писать непосредственно вот в этом компоненте GLSL, а подгружаться он будет с помощью вот этого JavaScript. Давайте здесь напишем сейчас точку входа void main для шейдера. И как только он у нас отработал, то есть корректно проинтерпретировался, в правой части все окрасилось в черный цвет, так как стили определяют цвет фона у нас как черный. То есть в данном случае шейдер уже работает, просто он ничего не делает, поэтому правая часть у нас пока просто черная. Для работы этого шейдера нужно еще определить некоторые глобальные параметры и переменные. Во-первых, параметр точности, с какой точностью у нас будет обработка чисел с плавающей запятой вестись. Ну а глобальные переменные это разрешение рабочей области, которая у нас по сути есть полностью экран справа. И второе это время, которое прошло с момента загрузки шейдера. То есть это для динамики, которую мы будем добавлять. Кроме этого, давайте определим еще функцию fire. И так как у нас пиксельный шейдер, то на выходе этой функции мы должны возвращать значение цвета, а на входе мы получаем координаты текущего пикселя. Собственно вот так будет выглядеть описание параметров. Для того, чтобы теперь корректную эту функцию вызвать, нам нужно взять параметры окружения OpenGL, передать их функцию. В данном случае это глобальное значение цвета. Это глобальное значение текущего пикселя. То есть того пикселя, который сейчас обрабатывается. Давайте быстро пробежимся по основам. У нас пиксельный шейдер, поэтому работать мы будем с цветами. Результирующий цвет у нас в данном случае будет вычисляться на основе типа Vec4, который в случае с цветом нужно интерпретировать следующим образом. Во-первых, тип Vec4 это вектор из четырех значений с плавающей запятой, где в случае, когда речь заходит о цвете, первое у нас значение это компонента красного цвета, вторая зеленого, третьего синяя, а четвертое это альфа, прозрачность. Таким образом, это вектор из четырех значений, которые мы положили в цвет. И вот так как у нас здесь, например, 0,5 это красный компонент, а правая часть окрасилась в красный цвет. Все значения принимают в диапазоне от 0 до 1. Поэтому, если мы укажем здесь 1, то это будет самый яркий красный цвет. Теперь мы можем использовать не обязательно вот такое подробное задание. Мы можем взять вектор меньшей размерности, также в нем указать значение, необходимое нам. И вот видите, мы по факту передали два параметра. Один параметр это вектор из трех элементов. Второй это единица, относящаяся к альфе. То есть, если мы сейчас возьмем, вот таким образом вынесем, например, красный цвет обозначим следующим образом, сюда добавим буковку R, то все будет работать корректно. Если мы теперь возьмем и определим зеленый цвет, вот таким образом, то здесь все работает тоже корректно. Приятно то, что операции вот с этими векторами, они могут выполняться по законам линейной алгебры. То есть, мы можем сложить два вектора, например, вот таким образом. Можем умножить вектор на число. В данном случае мы сначала умножили вектор на R на 2. Здесь получилась единица. К единице добавили зеленый и получили такой ярко-оранжевый цвет. Мы, соответственно, можем получать доступ к тому, что хранится в векторах по сокращениям. Например, мы можем такое сокращение использовать. Либо мы можем даже вот такое сокращение использовать. То есть, для каждого из этих значений сопоставлено буквенное сокращение, которое может быть либо интерпретировано как цвет, там RGB, либо как XYZ, так как координаты в пространстве. Таким образом, мы можем очень удобно и быстро выполнять различные операции с векторами и можем получать доступ к конкретным значениям вектора по сокращению. Это очень удобно. И как это делать в случае с огнем, мы сейчас увидим. Генерацию огня мы будем делать в три шага. Первый шаг – это генерация шума. И здесь будет определена структура огня. И в зависимости от того, как мы будем комбинировать разный шум, у нас будет разная фактура получена. Второй шаг – это цветовая раскраска. То есть, мы должны черно-белому шуму, который получили на первом шаге, придать цвет в зависимости от того, какой огонь мы хотим сделать. То есть, здесь мы будем использовать красный, желтый, оранжевый. От этого будет зависеть сила, тепло, огня и так далее. Ну и последний шаг – это маска. То есть, мы должны отсечь все ненужное, чтобы у нас в итоге получилось по форме нечто похожее на огонь. Давайте разбираться поэтапно с каждым из этих шагов и начнем с шума. Шум – это одна из основ практически любой процедурной генерации. Поэтому на эту тему написано много разных книг. И сегодня мы не будем придумывать велосипед, а возьмем уже готовые функции для создания шума. И я уже открыл отдельно страницу The Book of Shaders, где рассказывается про фрактальный шум. Что это такое, мы сейчас обсудим. Но для генерации фрактального шума нам нужно будет вот эти три функции, которые здесь в этой статье подробно рассмотрены. И вот в данном случае фрактальный шум – это брауниновское движение, которое заключается в том, что мы берем и генерируем некий шум, а потом к нему как раз применяем некие преобразования, которые его смягчают. И вот эти преобразования, они называются фрактальное брауниновское движение. Давайте посмотрим на практике, как это выглядит. Я думаю, станет все намного понятнее. Смотрите, я копирую функции, отвечающие за генерацию шума. Что у нас здесь есть? У нас есть первая функция – это random. Давайте вот сейчас, если возьмем, и добавим некое значение c, которое у нас будет означать цвет. И запустим функцию random. Значит, важная особенность, что все функции генерации шума они зависят от вектора с размерностью 2. То есть вот так. Мы должны передать координаты текущей точки. И вот теперь, если мы передадим результат вот сюда, то вот у нас справа получилось просто действительно шум. Но у этого шума есть один недостаток. Этот шум, он случайно сгенерирован, и мы не можем с ним работать, как с фрактальным шумом. Что значит работать, как с фрактальным шумом? Если мы каким-то образом будем сейчас изменять наши координаты, шум будет меняться, но он не будет увеличиваться. Если мы сейчас возьмем и функцию random, которая используется уже в генерации фрактального шума, добавим, вместо нее укажем функцию noise, и вот уже здесь будем, например, умножать на 0,5, на 0,2, то мы увидим, что фрактальный шум при масштабировании координат, он тоже масштабируется вместе с координатами. Таким образом, мы можем взять и сделать такую очень-очень укропненную часть этого фрактального шума. Но у нее есть тоже недостаток. Как видите, она очень и очень размыта. Поэтому для того, чтобы получить эту часть шума более наполненную деталями, мы к вот такому размытому шуму применяем уже брауниновское движение. Если мы говорим про FBM, который здесь сокращенно называется наша функция, то здесь уже мы получаем не только детализацию, но и масштабирование. То есть это уже такой нормальный фрактальный шум, который в зависимости от того, насколько мы его масштабируем, может быть очень и очень сильно различным. Соответственно, первое, что мы сделали, это сгенерировали шум, фрактальный шум. И применяя к нему различные коэффициенты, мы можем его масштабировать. Недостаток этого шума в том, что он статичный. И вот нам сейчас хотелось бы, чтобы этот шум как-то двигался. Более того, нам хотелось бы, чтобы он двигался снизу вверх. И как раз так как он зависит от координат, то мы можем изменять координаты за один шаг на единицу. И он будет также двигаться вверх или вниз, в зависимости от того, как мы будем менять координаты. Давайте попробуем реализовать теперь движение. Вот как раз сейчас нам понадобится параметр Utime. Определяем сначала вектор из двух значений, которые мы назовем x, y, fast. И который будет у нас соответственно представлен координатам по x без изменений, а координатой по y с изменением, то есть с прибавлением Utime. И вот теперь, когда мы сюда добавим x, y, fast вместо координат, у нас должно произойти какое-то движение, но его не происходит. То есть на самом деле оно происходит, но очень медленно, потому что у нас Utime меняется крайне-крайне слабо. Окей. Давайте добавим константу, которую назовем speed. Дадим ей значение 100. И теперь, конечно, float. И теперь у нас скорость движения сильно-сильно возросла, только она у нас идет вниз, а мы хотим его перенаправить наверх. Отлично. Вот вверх у нас пополз наш фрактальный шум, и смотрите, в чем прелесть. Он сдвигается ровно в том виде, в котором есть. То есть это как бы картинка сдвигается вверх. На каждом шаге не генерируется какая-то новая совершенно картинка. Давайте теперь масштабирование, которое мы применяем вот здесь. Мы его вынесем в параметр details и вынесем вот сюда. То есть, чтобы у нас вот сюда передавался только уже эхл. Отлично. Так, ну и здесь мы уже подберем детали так, как нам надо. Все. Вот мы сейчас сделали фрактальный шум. Он масштабируется. Он двигается с заданной скорости в заданном направлении. Соответственно, он уже может использоваться для генерации различных шумов, которые мы будем использовать уже в последующем для генерации огня. Огонь – это на самом деле комбинация нескольких разных шумов. Поэтому давайте сейчас сделаем еще один шум, который назовем noise2. Сюда его добавим. Сейчас он похож на тот шум, который у нас есть. Ну вот переименуем теперь noise1. И чтобы усложнить второй шум, сделать его поинтереснее, мы возьмем и добавим в него неожиданное поведение путем прибавления noise1. И видите, у нас получилась такая, как водная рябь. Это сильно меняет тот шум, который у нас был получен в предыдущем шаге. И чтобы еще сильнее усложнить его, давайте добавим utime. Так как мы добавляем utime сразу к двум координатам x, y, то у нас вот эта рябь начала двигаться по диагонали. Отлично. Мы сильно усложнили шум второй. И если мы теперь сложим этих два шума, то мы получим такое очень странное, необычное явление, чем-то похожее на дым. То есть, это уже более сложное наложение шумов. Можно использовать для огня. Но не будем торопиться. Давайте еще немножко поработаем с шумом 2. Я добавлю сюда еще такой параметр силы я его назову. Насколько сильно нам нужно вот эту рябь генерировать. Сделаем его 0,4. Умножим результат. И в результате мы его притушили, что называется, для того, чтобы при сложении шумов у нас мы не выходили за границы яркости. Все. Вот у нас получилась отличная генерация. Ну и еще давайте сделаем такой параметр как shift для того, чтобы сдвигать мы могли этот шум. Допустим, 0,4 тоже возьмем и вот так отнимем. То есть, вот. Теперь мы сделали такой шум, который имеет темный области и в зависимости вот от этого параметра мы можем менять внешний вид этого шума различным образом. То есть, вот как-то так он может выглядеть при параметрах силы 1,4 и при сдвиге 0,3. То есть, эти два параметра мы сделали для того, чтобы менять внешний вид второго шума. Теперь, если мы опять же их сложим, то вот получается совсем иная картинка. То есть, вот такой совсем необычный шум. Окей. Но давайте сделаем сейчас еще более мощную вещь. Мы возьмем и сгенерируем фрактальный шум на основе двух шумов, полученных выше. То есть, вот у нас есть 0,1, 0,1, 2. А давайте еще более сложные шумы попробуем сделать. Назовем их nnoise1. Тоже мы возьмем силу, тоже возьмем наш фрактальный шум. Здесь возьмем вектор 2 и первое значение будет noise1, второе значение будет noise2. То есть, это еще более сложный шум получился у нас. Да, вот он такой уже скажем так бледноватый. Ну и давайте еще для полноты картины сгенерируем еще комбинацию двух шумов, но уже без force и поменяем их местами. То есть, еще один вариант. То есть, на самом деле, самым такой необычный у нас, конечно, выглядит шум2. Вот, то есть, вот так вот он, как ряд на воде. Все остальные шумы сделаны для того, чтобы получить разную фактуру. Да, то есть, они внешне отличаются. Если мы теперь сложим noise1 и noise2, то мы получим еще что-то совсем другое. И пока это слабо похоже на огонь, но давайте посмотрим, что будет, если мы сейчас сюда применим маску. Давайте для начала сгенерируем простой градиент. В нем совершенно ничего сложного нет. это градиент, который мы получим на основе просто соотношения текущей координаты y к разрешению по y. И логично, что раз эти значения находятся в определенной зависимости, то результат будет меняться от 0 до 1. То есть, если мы сейчас этот градиент выведем на экран, то мы увидели обычный градиент. Сверху он белый, снизу черный. Давайте попробуем на самом деле взять и, например, вычесть из наших шумов этот градиент. И результат получается довольно интересный. То есть, сейчас это уже начинает походить на огонь. То есть, мы убрали часть информации, потому что белая часть это единица, она вычлась и, соответственно, стала черной, а ближе к низу у нас там нет цвета и, соответственно, остается белый цвет. И теперь уже наши шумы, которые мы можем, например, вот так сложить, они дают интересный вид, который уже начинает походить на огонь. Только за счет использования градиента. Но градиент нам желательно получить поинтереснее. То есть, нам хочется, чтобы огонь снизу был поярче, потом вот эта переходная часть была не такая длинная. Поэтому давайте его представим следующим образом. То есть, мы сделаем, во-первых, его сразу вектора. Здесь у нас будет век 3. Будет так называемый crop, хотя давайте нет, scale factor, то есть фактор масштабирования. Сейчас мы его зададим. и сделаем побольше. Что это даст? Опять забываем float. Теперь видите, у нас белая часть стала шире, а темная прижалась к низу. Отлично. Но и нам еще нужен сдвиг для того, чтобы вот эту нижнюю часть поднять вверх. Просто поднять вверх. Все. Видите, что у нас получилось? У нас вот эта переходная часть, потом вот эта яркая часть черная, а здесь вообще ничего не будет. Давайте попробуем теперь сложить это с нашим шумом. Видите, получается, что есть часть, где огонь, и вот эта часть, которая переходная, она такая бледненькая. И по сути уже этого достаточно, чтобы получить красивый огонь. Но его нужно еще раскрасить. То есть вот эту часть нам теперь необходимо раскрасить в разные цвета и посмотреть, что получается. Давайте теперь раскрасим получившийся шум. Для этого мы сделаем следующее. мы добавим четыре основных цвета, которые нам нужны для раскраски. Это красный, желтый, темно-красный и просто темный, черный цвет. Далее мы создадим промежуточный цвет C1 и для его получения мы будем использовать функцию mix, которая будет выбирать между двумя цветами, то есть склоняться, двигаться к тому или другому цвету на основе значения, которое у нас есть в шуме, то есть черные значения в шуме будут сдвигать влево цвет, белые значения вправо, и на основе нашего шума плюс сдвига, для того, чтобы также двигать вверх-вниз наш огонь, мы будем получать разные варианты. Градиент вычитаем. Видите, получилось достаточно однородно, поэтому у нас есть еще интересный второй шум, давайте его вычтем, и вот у нас уже получилось нечто похожее на пламя, то есть у нас есть красный цвет, который разные градации претерпевает, и он уже имеет такую фактуру благодаря вычитанию шума 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 А теперь давайте вычтем, точнее не вычтем, а создадим еще один цвет на базе темных цветов и желтого, то есть это будет вот такая яркость огню добавлять, но и возьмем для него noise2 здесь мы прибавим этот цвет вычтем также градиент вычтем второй шум и вот мы уже получаем такой огонь который похож на огонь более того если мы теперь поиграем с факторами детализации то мы можем получить разные варианты например вот так то есть мы можем сдвигать вверх вниз и в зависимости от того какие значения параметров мы применяем огонь будет меняться но давайте еще немножко поиграем с параметрами шума которые есть непосредственно в самой функции фрактального шума это тоже может дать интересные результаты смотрите у нас есть функция FBM и с ее параметрами тоже много связано ну во-первых октавы понятно что чем меньше значение октав то есть по сути это количество циклов суммирования меньше тем ближе мы просто к фрактальному шуму вот этому размазанному который разматывается при увеличении и которые мы как бы наполняем деталями как раз с помощью FBM поэтому количество октав влияет на детализацию огня и где-то уже при пяти октавах он становится достаточно детализированным второе значение которое сильно влияет на результат это амплитуда причем она позволяет очень сильно изменить результат в пользу детализации то есть чем выше амплитуда тем соответственно больше разрыв между нижней словно говоря и верхней точкой нашей нашего шума соответственно детали получается больше поэтому если мы поднимем шум до единицы то прямо внешний вид огня разительно меняется и теперь мы можем например поиграть еще с нашей детализацией которая передается при генерации шума и можем поиграться со сдвигом то есть мы можем сдвинуть наш огонь выше и получить прямо такой яркий насыщенный огонь таким образом в зависимости от того какие параметры мы передаем в наш шум в нашу генерацию различных шумов в зависимости от порядка то есть мы можем взять ну и например не сложить а вычесть посмотреть что будет то есть в зависимости от того как мы будем генерировать шум насколько много мы будем заворачивать в этот шум например там комбинировать различные шумы внешний вид огня будет сильно меняться и подобрать этот внешний вид под себя вполне себе реально и вообще поиграться с этими параметрами очень интересно я остановился вот примерно на таком виде мне его вполне достаточно ну а если эта тема интересна то в следующих видео можно поговорить о том как перенести этот шейдер теперь в OBS и использовать там при записи стримов или видео ну а на этом все спасибо что слушали с вами был Sawyer до свидания субтитры субтитры